Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава книга пророка Исаии, мой собственный перевод, читаю его для библейского портала экзегет. Ну вот у нас тут были всякие маленькие страны, ну маленькие для, скажем так, для нас, да, мы так смотрим на карту снисходить, на Муав, там Сирия, Северное Израильское царство, они все падают жертвами Ассирии, но вот есть такая страна, и 18 главе к ней перейдет наш пророк, которую никак не назовешь маленькой, которую Ассирия будет не так-то просто завоевать. Горе землечье, крылья стрекочут там, за реками эфиопскими. Странное выражение, да, крылья стрекочут, то есть она как такая огромная пчела или оса, или кто-то, какое-то насекомое, да. Что такое эфиопские реки? Ну, эфиопия, это, грубо говоря, Африка, да, эфиопами еще называли не так давно выходцев из Африки у нас. Это Египет. Вот он такую довольно прозрачную загадку задает, потому что Египет, он большой и страшный, вот его так просто не назовешь, как там Муав или Сирию, его надо как-то описательно, да. Заокеанская держава, как у нас про США любят говорить, какие-то штампы такие, да, вот. Землячьи крылья стрекочут за эфиопскими реками. И что же, она не жертва. Она не маленький народ, какой-нибудь там Муав, который, ассирийцы, вавилонии, да кто угодно придет и завоюет. Большая и могучая держава. Посылает она послов за море. Плывут они в папирусных лодках. Еще один намек. Папирус же там растет. Действительно, из папируса в Египте делали лодки. Отправляйтесь, быстрые посланцы, к народу высокому, безбородому, наводящему повсюду ужас. Народу властному, непонятному, чью землю разрезают реки. Это кто? Это, конечно, ассирийцы. Тут даже более того непонятный, в оригинале стоит такое выражение, кау-кау. Ну, то есть, они говорят на языке, вот как греки называли варварами, бар-бар, те, кто говорит на непонятном языке. Так, здесь народ кау-кау, да? Их землю разрезают реки. Наверное, египтянам, которые отправлялись в северные страны, где много рек, казалось очень странным, что их землю разрезают реки. Потому что река же одна, это Нил в Египте, да, и никаких других рек быть не может. А у них много рек, как это может быть? Да, и вот мы видим послов, которые отправились в Ассирию. И смотрите, как все описательно, да? Вот он не говорит напрямую, египтяне отправляют послов договариваться с Ассирией. Две великие державы устанавливают сферы влияния в новостях. А здесь вот образ. Египтяне отправляются туда, народ высокий, безбородый, непонятный, и реки у них там текут. Что же это такое? Вы, кто живет в этом мире, кто обитает на земле. А Египет и Ассирия – две великих державы, да, между ними война или мир. От этого зависит судьба многих народов, которые между ними, израильтям в том числе. Вы, кто живет в этом мире, кто обитает на земле, смотрите, на горах поднимается знамя. Слушайте, труба позовет. Похоже, не договорились. Войско выступает в поход. Все будет очень-очень жестко и печально. Так сказал мне Господь. Я спокойно наблюдаю со своего места, как теплый свет в солнечный день, как облако росы в летний зной. Такой приятный образ легкого покоя. Еще прежде сбора винограда, когда цветы сменятся завязью, он садовым ножом подрежет ветви, ростки отсечет и отбросят, и оставит их хищным горным птицам и зверям земным. Так что летом будут пожирать их птицы, а зимой все звери земные. Ну, подрезка винограда. Понятно, что когда культивируют виноград, там обрезают всякие лишние ветки, чтобы не тратились соки, лозы на эти ветки. Я не занимаюсь виноградорством, я плохо это понимаю, но они это понимали хорошо. И вот смотрите, там послы договоренности, там войско собирается, труба, знамя. Господь так спокойненько в летний день по прохладе выходит, подрезает виноград, ничего такого необычного для него не происходит. Занят повседневной жизнью. Ну, обрезки, конечно, птички поклюют. Там какие-то ягодки же появились, но такие незрелые еще. Ну, птички поклюют их. В то время принесут дар Господу воинства от народа высокого и безбородого, наводящего повсюду ужас, народа властного, непонятного, вот этого вот кау-кау, чью землю разрезают реки. Принесут к месту, на котором наличено имя Господа воинств, горе Сионской. Две великих державы, у них сложные международные отношения. Договорится ли делегация египтян с ассирийским царем? Ох, не договорилась, ох, начинается война. А Господь подрезает и знает, что этот страшный высокий народ однажды принесет ему жертвы. Действительно, ассирийцы, их осталось очень мало, и даже трудно понять, насколько они потомки, простите, тех самых ассирийцев восьмого века до нашей эры, но народ христианский в основе своей. Айсоры, их в Москве было одно время не то что много, но заметное количество. И вот принесут они дары. Не торопитесь, не волнуйтесь, это политика, все эти ваши послы, это все приходящее. А вот виноградник, теплый, земной, летом это, да, это вот, это останется. Но, что касается Египта, с ним мы еще не закончили, 19 глава продолжит.